В эфире 101PR, меня зовут Дарья Тангел, сегодня у нас очень интересная тема, мы обычно во всех программах говорили о действующих бизнесах, о продвижении, продажах, каких-то способах улучшения того, что уже есть, а сегодня мы обсудим, как бизнес запустить, как написать бизнес-план, и наш эксперт сегодня Ирина Халтурина. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Ирина является руководителем отдела продаж строительной компании Укс и Витек, а также имеет опыт запуска и работы нескольких торговых центров с ноля от этапа строительства до момента текущего успешного функционирования. Давайте поговорим про бизнес-планы, с чего начинаем, что это вообще такое, зачем это все нужно. Давайте. Сегодня на самом деле очень модно говорить о бизнесе, очень много тренеров, которые пытаются научить вас за ваши деньги, как правильно вести бизнес, но на самом деле никто никогда не говорит о конкретных цифрах и этапах в реализации бизнеса. Да, есть истории успеха, их немало, есть рассказы про упаковку бизнес-продуктов, но ничего конкретного. В итоге люди просто открывают, кому-то повезло, кому-то нет. Также, как мы когда-то говорили про CRM, что очень важно иметь CRM в текущем функционировании и понимании бизнеса, бизнес-план важен на этапе самого начала, чтобы понять, хорошая эта идея или нет. И тут мы понимаем, для кого мы пишем бизнес-план, либо для себя, это просто какой-то провести краш-то своей идеей, либо в другой момент мы привлекаем инвесторов, которые готовы вложить деньги, и тогда тут уже нужны более серьезные расчеты. И все-таки давайте подробнее, зачем он нужен, этот бизнес-план. То есть, предположим, у меня есть деньги, у меня там завалялось несколько миллионов, думаю, дай-ка бизнес открою. Вот для чего мне бизнес-план-то писать, я для себя это делаю? Для того, чтобы понять, стоит ли вкладывать деньги, и когда они окупятся. Для того, чтобы это понять, есть определенные этапы. То есть, начиная от развития самой идеи того, что мы хотим сделать на эти деньги, как мы это будем развивать, какие доходы мы будем получать, как привлекать клиентов. И в итоге, когда нам эти все вложения вернутся и принесут, возможно, какую-то успешность. И вообще надо нам это на самом деле или нет? А какие разделы в бизнес-плане действительно важны? Вот что нужно считать перед открытием стартапа, и как понять, что это вообще окупится, не окупится, рентабельно, нерентабельно? Ну, чтобы понять, как считать, вообще бизнес-план состоит из нескольких разделов. То есть, в зависимости от того, для кого вы делаете, их можно либо сократить, либо сделать полностью. Первое, как я и сказала, это описание самой идеи. То есть, давайте разберем на примере автомойки, чтобы не говорить абстрактно. Мы захотели открыть портальную автомойку. Почему портальную? Потому что у нее более высокая пропускная способность. За счет того, что в портале время мойки занимает всего 10 минут. Соответственно, мы получаем 6 автомобилей в час. Ну и дальше считаем поток в месяц. Далее мы должны обязательно поговорить и просчитать для себя, для кого мы будем делать эту автомойку. Какая наша целевая аудитория. Понять район, в котором мы будем открываться. Сделать конкурентный анализ. И, естественно, просчитать цену. Просчитать постоянные перемены с затратой. И уже дальше мы понимаем финансовый поток, который мы получаем. И считаем точку безубыточности, срок окупаемости и так далее. А вот что нужно для того, чтобы... Давайте вот тогда уже на автомойке остановимся. Вот что нужно для открытия такого бизнеса? Для такого бизнеса, ну, в первую очередь, помещений. Тут нужно понимать, где мы будем стоять. Например, в торговом центре, в каком-то жилом доме. Такое часто бывает. Либо это какой-то бокс, как применто делать. Гаражи какие-то, как в Киевской области применто. Хороший трафик создает расположение такой автомойки, например, рядом с заправкой. В Москве это очень популярно. И это очень удобно. Соответственно, у вас, ну, я думаю, процентов 40 людей, которые приехали заправиться, они обязательно заедут на такую мою. Ну, там даже логика, наверное, в том, что автомобиль остановился, замедлился, и у него есть время, пока он заправляется, подумать, нужно ему сейчас помыть машину или не надо. Соответственно, еще по помещению очень важно для именно такой автомойки габариты помещений и понимание в зависимости от того, что мы хотим, какие услуги оказывать. Только мыть машины или что-то делать дополнительно. Соответственно, нужны ли нам дополнительные залы. Ну, конкретно для портальной автомойки нам нужно помещение минимальных габаритов 6 метров на 10 метров и высота потолков, ну, где-то 3,6-4 метра, чтобы оборудование спокойно встало, и чтобы любая машина, даже там какой-нибудь Land Cruiser, хорошо заехала и ничего себе не поцарапала. Вот. Вот. Также естественное оборудование. Какое оно должно быть, где его взять, нужно понимать. Какие сроки поставки, гарантии и монтаж, обслуживание. Потому что это достаточно серьезная часть постоянных, единовременных, точнее, затрат, которые, в принципе, лягут в расчет окупаемости нашего бизнеса. То есть для автомойки, ну, где-то вот размера единовременных затрат порядка 2,5 миллионов. То есть это оборудование, вот эти все монтажи, проектная работа, обязательно нужно смотреть очистные сооружения. Ну, вот, наверное, такие моменты. Естественно, нужно понимать персонал. Важный раздел, как мы будем работать. Мы будем сами мыть машину. Нужен ли, если портальная автомойка, все равно нужно там хотя бы 2-3 мойщика, которые омывают колеса. Например, там делают химчистку, протирают это все после того, как портал помыл. Ну, естественно, такой момент, как мы будем привлекать людей. Как они узнают о нас, как мы будем продвигать. Потому что если мы открыли где-то автомойку, никто о ней не знает, то смысл ее существования. На живом трафике это можно и не выдержать, немножко не выехать. Давайте начнем, наверное, с целевой аудитории. Потому что в любом случае, прежде чем искать помещение, нам нужно понимать, где мы это помещение будем искать, где это имеет смысл вообще делать. Ну, предположим, мне кажется, что очень интересная локация – это Луганская, улица Луганская, потому что сейчас там строится торговый центр МАКСИ. И мы имеем благодаря им некоторую информацию о целевой аудитории, которую можно использовать. Вот как она считается? Откуда вот эти данные вообще можно брать, если, например, у нас нет такого ТРЦ МАКСИ? Ну, давайте на примере улицы Луганской. Ну, давайте, да, на примере Луганской. Ну, первую очередь информацию мы берем из Росстата, из данных статистики МАКСИ в том числе. Сначала понимаем, для кого первый вопрос вы задали. То есть нужно понимать, сколько людей живет в этом районе конкретно. То есть данные открыты. Можно посчитать, что там живет порядка 146 тысяч человек. Соответственно, дальше есть статистика ГИБТТ. Сколько людей владеет автомобилями? То есть это порядка 25% населения. То есть можно прикинуть, что в этом районе находится около 36 тысяч автомобилей. Из них пользуются услугами автомойки, наверное, процентов 80. Остальные моют машину дома сами. В саду. Да, или еще как-то. Соответственно, вот у нас есть... А есть те, которые вообще не моют? Ну, таких мало. Далее мы должны понять, сколько у нас есть конкурентов. Открываем два ГИС и смотрим, считаем. Соответственно, понимаем пропускную способность всех автомобилей, какие есть. Делим на количество моек. Итого получаем, что в среднем на каждую мойку приходится 3245 автомобилей. Соответственно, если мы предполагаем, что наша мойка может пропустить, например, 1800 автомобилей в месяц, соответственно, ну да, есть необходимость открывать, потому что не хватает. Да, очевидно, не хватает. Также нам, вот благодаря торговому центру МАКСИ, почему вот этот район сейчас удобно было посчитать перед эфиром, чем он хорош, торговый центр МАКСИ, он посчитал, сколько это трафик на улице Луганской. Да, и это целых 2000 автомобилей в час, то есть это огромный трафик, очень насыщенная улица, на которой всего одна автомойка, и то в совершенно другом конце от торгового центра МАКСИ. Хорошо, целевую аудиторию мы посчитали. Тут, кстати, вот есть даже микробизнесы, да, например, которые ориентированы на соседние дома, там, предположим, парикмахерские, там, студии маникюра, хотя я знаю, что там мастерам ездят через весь город, да, там, какие-то местечковые магазинчики. И, соответственно, вот по этим магазинчикам мы можем ведь не так широко считать, да, мы можем, например, посчитать количество домов, которые рядом находятся, количество подъездов, количество жильцов в этой квартире. И уже от этой цифры плясать, то есть, в принципе, мы можем даже микрокомпанию, микробизнес посчитать полностью, какая у нас там целевая аудитория, целесообразно ли конкретно вот в этом доме, например, открываться. Я знаю примеры, когда, просто почему вот на этой теме хочется немножко подробно остановиться, потому что многие открываются и ошибаются именно на целевой аудитории. Я видела примеры, когда открывались там, предположим, какие-то, ну, пусть даже, бог с ним, шаурма, да, на какой-то окраине в семейных, вот в этих больших муравейниках, где в основном живут семейные люди, и они как бы такое не едят, да, то есть шаурма – это же такая еда для одиноких волков, да, для мужиков, которым лень дома приготовить, либо там для молодой семьи, да, которым, предположим, не хочется или вечером поздно вернулись. И, соответственно, просто локация выбрана была не та. И как бы вот кафе закрывалось. Да, если у вас целевая аудитория автомойки, дорогие, эксклюзивные мерседесы, а вы открываетесь где-нибудь там, где они в принципе не ездят, то смысла открывать нет. А если у вас аудитория таксисты, ну, там вы заключили договор на открытие с таксопарком на какую-то скидку, то почему бы и нет. Да. Хорошо, целевую аудиторию мы посчитали. Давайте вот поговорим сейчас о самом продукте, либо в нашем случае это услуги, также о процессе ценообразования, формирования вот этих постоянных переменных затрат, выручки, финансового потока. Вот давайте на этом сейчас остановимся. Как это все считается? Ну, давайте попробуем посчитать. Конечно, на слух, наверное, это будет тяжело воспринимать. Кому надо, да. Да, для этого существуют эксели. Я советую всегда всем делать вот эти все расчеты в экселе, делать это все нарастающим итогом в прогнозе там с первого месяца до конца года, ну, и дальше это продлевать, ну, на несколько лет. И цифры собирать именно в динамике. Ну, давайте начнем с простого. Как формируется цена? То есть ее можно посмотреть, например, сравнить с конкурентами, сравнить с какой-то средней ценой, исходя из локации сделать стоимость, либо исходя, опять же, из типа нашей целевой аудитории. То есть если, опять же, мы моем какие-то дорогие машины и там делаем сервис доставки автомобиля до офиса человека. То есть помыли, увезли, все хорошо. Это отличный оффер, вы знаете. Или сделали там покрытие воском, еще что-то, что, как правило, не делают портальные автомойки. Тогда цена, конечно, будет дороже. Ну, давайте возьмем среднее. Разделим просто по классам отечественной и иномарки. Я думаю, что это будет просто для понимания. Дальше мы должны понимать, какая есть загруженность у нашей мойки. Есть какие-то пиковые часы, на них мы ставим коэффициент 100%, что вот эти все машины, которые проехали, они полностью там мойка загружены. И есть там время, остальное, серединка дня. То есть пиковые часы это для мойки, я думаю, что с 8 до 10 утра и с 4 до 9 вечера после работы, когда люди поехали. В остальном время загруженность мойки 40%. Соответственно, в пиковые часы, как мы считали, проходит 6 автомобилей в час. В ней пиковые 6 умножить на 40%. Вот это все прикинули. Получается, средний трафик 57 автомобилей в день. Соответственно, в месяц порядка 1800 машин. Дальше это все на цифры. Можно я тут остановлюсь? То есть у нас примерно средний трафик за месяц 1800 машин. При этом, я немножечко отмотаю вот сейчас в этом моменте назад, при этом мы посчитали, что вот в районе Луганской, да, я думаю, нам должен премию заплатить тот человек, который откроет там автомойку после этой программы. В районе Луганской у нас есть потенциал на более чем 3000 автомобилей в месяц. То есть представляете, какой разрыв, да, то есть какие там возможности. Да. Ну и дальше, конечно, вот есть у нас этот поток. Надо понять, сколько этот поток принесет денег. Еще раз говорю, мы разделили на отечественные автомобили. Например, 170 рублей в час. Я думаю, что для города это не очень дорого. Средняя стоимость сейчас автомойки где-то 250. Это самая дешевая? 300, да. 250, да. Предположим, что у нас будет 40% таких автомобилей и мощников. И дальше иномаркет 200 рублей на открытие. Ну, конечно, это немножко демпинг, но, в принципе, привлечет поток потенциальных покупателей. Да. И вот это все перемножаем. Соответственно, выручку мы получаем где-то от 300 тысяч в месяц. Это выручка просто поток денег для понимания. Дальше самое интересное начинается. Давайте. Мы начинаем считать затраты, что и есть часть финансового плана. Какие затраты? Постоянные. Есть условно-постоянные. Что сюда может относиться? Например, аренда помещений, если мы арендуем этот бокс. Заработная плата, она тоже условно-постоянная. Величина, там, зарплата мойщиков, кассиры, если он есть. Сюда можно отнести затраты на бухгалтерию, если она у вас на аутсорсинге. Какие-то коммунальные платежи и обслуживание пожарной охранной сигнализации. Есть переменные затраты. Что такое переменные затраты? Это расходники, щетки, шампуни. Там в зависимости, опять же, от потока машин, от сезонности, от прочих факторов. И расходы на рекламу тоже бы я отнесла, наверное, к условно-переменным затратам. И для мойки выручку услышали от 300 тысяч в месяц. Там в зависимости от сезонности, от этапа существования бизнеса. Затраты составляют постоянно где-то 225-250 тысяч, то есть сумма достаточно большая. И переменная сумма где-то 25 тысяч. Соответственно, мы можем посчитать прибыль из выручки, вычесть все эти затраты, которые у нас были. Прибыль считается по месяцам. То есть одно дело летом, меньше машин моются, другое дело зимой и осенью. Соответственно, прибыль может варьироваться чисто от 25 до 70 тысяч в месяц. При этом я хочу отметить, что мы изначально посчитали очень-очень низкую стоимость за мойку. Я буквально недавно, я не буду рекламировать никого сейчас в этом эфире. Недавно ездила на автомойку, самая дешевая 250 в портальной автомойке. То есть мы спокойно можем от наших 170 или 200 поднять ценник в коэффициент 1,25 и 1,30. Для этого есть так называемые прогнозы писсимистичные, оптимистичные и реальные. То есть таким образом мы и итоговую прибыль получим больше? Да, итоговая прибыль варьируется. То есть она условно чистая прибыль. Есть еще, конечно, налоги. Налоги мы выбираем отдельную систему налогообложения. Это тоже нужно учитывать по итогу финансового года, что вы получите у себя на счетах. Ну, таким образом, если вот это все посчитать и провести годовую аналитику, то в среднем, наверное, за год вы сможете заработать чистыми 500 тысяч рублей. И, соответственно, помните вложение, которое мы сделали? 2,5 миллиона. 2,5 миллиона. Значит, срок окупаемости 5 лет. Ну, да. Для сравнения по торговым центрам срок окупаемости, наверное, лет 40. Да, не буду торговый центр открывать. Но при этом по торговым центрам всегда возникает проблема с арендаторами, с поиском. Ну, вообще торговля у нас плохо развивается. Автомойка, она оправдывает сама себя. Хорошо. Ирина, вот давайте остановимся на финансовом потоке и объясним, что это вообще такое. Есть голые цифры. Это называется бюджет движения денежных средств. То есть это просто мы смотрим по банку, выписку. Финансовый поток нарастающим итогом. У нас есть ожидаемые цифры. Есть там ожидание, что мы заплатим за электричество столько-то, за аренду столько-то. И есть ожидание, что мы получим отмойки. То есть какая выручка. А финансовый поток – это реальные цифры, которые складываются. И они должны именно быть в нарастающем итоге. То есть мы сегодня недополучили, но в общем у нас цифры сходятся. Поняла. Он же считается за длительный период, правильно? Да, считается нарастающим итогом. Окей. Ну всё, мы посчитали. Вот мы 500 тысяч зарабатываем за год. От 500. Да, мы помним о том, что 170 у нас изначально была стоимость за мойку. Ну, опять же, мы тут не закладывали дополнительные услуги. Да, дополнительные услуги. А давайте про маркетинг поговорим. У нас же всё-таки программа 101PR. Продвигать-то наш бизнес мы будем как? Какие программы лояльности? Хороший вопрос. Ну, наверное, начнём с этапа открытия. То есть, опять же, если вы стоите в каком-то знаковом месте, где вас все видят, достаточно повесить заранее какой-то баннер, сделать оповещение в соцсетях, какую-то совместную программу, например, с Элукойлом, что да, у нас скоро открытие мойки здорово. Если вы стоите там, ну, например, в каком-нибудь спальном районе, где вас никто не знает, и вы хотите быстро выйти на точку безубыточности, что, кстати, такое точка безубыточности, это когда ваша текущая выручка начинает, наконец-то, превышать расходы. Для автомойки достаточно быстро мы выходим на эту точку безубыточности, но для других бизнесов это не всегда так. То есть, иногда нужен год, предположим, для ресторана, чтобы все-таки вот выйти и окупить это все. Вот. Тогда мы, конечно, привлекаем радиостанции. Почему бы и нет, чтобы о нас узнали. Да, конкретно вот в этом бизнесе получается у нас основной трафик автомобилистов. Любые, практически все автомобилисты, что делают в машине? Слушают там либо музыку, либо радио, да. Вы знаете, я видела очень интересный пример рекламы. Он очень смешной. У нас в городе есть отель, который находится на улице Щёртс, там ближе к улице Тихой. Вот. И их реклама висит в районе Коми. В Коми висит. И там написано через, там, сколько-то сотен километров будет отель. Ну ладно, я скажу, а будет отель Евро. Это очень смешная реклама, потому что, как бы, ну, за 250 километров об этом напоминать, это смешно. Но в данной ситуации, я думаю, что это применимо, конечно, ни в Коми рекламироваться, да, например, в начале улицы Луганской повесить баннер, что там через 300 метров, через километр будет автомойка, типа, не проворонь, не разгоняйся. И поближе еще один баннер повесить или какой-то указатель, чтобы люди уже понимали, где им поворачивать, чтобы они могли предугадать свои следующие действия. Согласна. Да, по радио тоже сейчас у нас статистика такова, что автолюбителей, автолюбители делятся и на мужчин, и на женщин. Я точно не помню, в каком процентном соотношении, там примерно, по-моему, где-то 60 на 40, да, 60 процентов мужчин, 40 процентов женщин. Соответственно, и здесь нам нужно понимать, что аудитория-то все-таки разная, да, и эта аудитория по-разному воспринимает рекламу, по-разному на нее реагирует, и, соответственно, в разных местах нужно рекламироваться. Тут и радиостанции разные подбирать. Кстати, я бы тут даже добавила какие-то спецпредложения, например. Спецпредложения по программе лояльности, ну, например, то, что всегда работает, это накопительная скидка, кэшбэк, это, может быть, там, скидка 20 процентов, я недавно видела, на мойку во время дождя. Да, обычно у нас во время дождя никто не моется. Это, может быть, какой-то годовой абонемент, там, бесплатная мойка в день открытия. Вот это очень крутая штука, потому что я просто вот сейчас представила, да, если особенно там достаточно большое пространство для ожидания мойки, то такая очередь-то будет солидная, это в любом случае будет привлекать к себе внимание. А, кстати, если очередь, и вы являетесь уже постоянным клиентом, то на десятую мойку можно прийти без очереди, вас всегда возьмут. Я думаю, это тоже хороший бонус, да. У меня была классная идея, ну, для меня, мне кажется, она очень классная. Во время покупки, вот кто ездит на портальной мойке, да, какое-то время ты покупаешь эту услугу, да, то есть ты находишься около такого ларечка, где сидит кассир и оплачивает, вернее, принимает оплату за мойку. И почему бы и нет, почему бы вот этому кассиру не выдавать бесплатно чай или кофе по желанию, или там просто стакан воды, да, или сока своему клиенту? Себестоимость-то копеечная в сравнении со стоимостью мойки. Ну что, сколько там сок? 10 рублей у него себестоимость, там, 20 рублей у этого кофе себестоимость. При стоимости мойки там 200, 250, 300 рублей. Согласна, тот человек обязательно вернётся. Конечно, это же приятно. А ещё по секрету пришла тут идея, что не делает ни одна мойка в Кирове, это уборка детских кресел. По крайней мере, может быть, они это делают, но они никогда это не афишируют. Мы с вами как мамочки, это прекрасно. Ну, аудитория женская есть, тем не менее, на мойках, поэтому почему бы и нет, там, воспользовался мойкой, там, детское кресло бесплатно. Знаю, в каком состоянии у всех кресла. Или там, химчистка коляски, тоже такой больной момент. Всё, наверное, да, по продвижению. Это, скорее всего, это уже постоянные такие затраты, да, которые в любом случае прекращать нельзя. Но они могут всё равно варьироваться. Там понятно, что на открытии, наверное, нужно больше вложиться в рекламу. Там наружная реклама, вот это всё там, какая-то вывеска красивая. То есть вне сезона есть смысл вкладываться в рекламу, напомните себе, что да, мы есть, да, мы там никуда не пропали, приходите к нам. Конечно, когда сезон, то смысл рекламы, люди и так приедут. Ну да, ну когда грязь особенно. Ну, опять же, у нас моют, например, потому что грязно, а в каких-нибудь Арабских Эмиратах моют, потому что пыльно. Хорошо, давайте сейчас сделаем перерыв на рекламу и дальше мы затронем серьёзную, то есть об этом сейчас, до этого мы говорили о какой-то ерунде, вот дальше мы затронем серьёзную тему, поговорим об организационной форме. 101 пиар, 101 пиар. 101 пиар в эфире, с вами Дарья Тангел и мой эксперт сегодняшний Ирина Халтурина, руководитель отдела продаж строительной компании Уксовитек. Ирина, мы очень многое обсудили по написанию подготовки бизнес-плана, но у нас остался, наверное, один из самых сложных и таких щепетильных вопросов, надеюсь, сейчас представители налоговые отключат приёмники и не будут нас слушать, организационная форма собственности. Да, то есть мы открываем бизнес, что нам выбирать? ООО, ИП, какие там… И какую систему налогообложения. Да, давайте вот об этом поговорить. Я в этом не бум-бум, надеюсь, что вы мне об этом всё расскажете. Ну, постараюсь рассказать максимально просто и понятно. Конечно, нюансов много для этого, и существуют там налоговые консультанты и различные программы, которые тоже важно изучить и задать правильные вопросы. Есть там различные организации поддержки предпринимательства, которые консультируют на эту тему. Ну, давайте глобально и просто. Значит, с чего начать? Чтобы официально предоставлять услуги, нужно зарегистрировать фирму. В какой форме? Для автомойки, по сути дела, наверное, два варианта. Это либо индивидуальный предприниматель, либо общество с ограниченной ответственностью. ОООшка нужна, если вы планируете всё-таки оказывать услуги юридическим лицам. А мы планируем, потому что клиентов юридическим лицам очень много на автомойку, у кого есть автопарки. Есть ли автопарки, да, согласна. ИП, конечно, открыть проще. Оно тоже может оказывать услуги юридическим, но просто там, возможно, по документу оборота не очень всегда всем подходит. Кстати, интересный факт, что ИП тоже может нанимать персонал. То есть индивидуальный предприниматель подразумевает всегда у людей в голове, что ты один человек, он сам за себя работает и сам отчитывается. Самозанятый такой. Да, на самом деле это не так. То есть разницы нет. Он также заключает трудовой договор, также отчитывается во все социальные фонды, во все налоги. Единственное, что в случае, если, например, есть какое-то сокращение персонала, ИП не несёт никакой ответственности. И, в принципе, вообще ответственность по предпринимателю, она вот прямо индивидуальна. То есть по ООО есть учредители. Там он может быть один. Нужно делать устав обязательно при регистрации фирмы. 10 тысяч рублей внести. Да, да, устав на капитал внести. Но, с другой стороны, другой момент. ООО тоже может быть индивидуально. В каком плане? Если у вас официально есть только директор, который есть учредитель этой компании. Соответственно, директор может не получать зарплату. Как, вопрос, платить деньги персоналу? Если у нас трудовой договор, понятно, это всё официально, все отчисления. То есть это накладывается ещё порядка 40% на ту зарплату, которую мы там выдаём на руки человеку, ну или там перечисляем официально. А если говорить, например, про такой момент, как дивиденды, дивиденды могут, в принципе, выплачиваться раз в квартал, если у нас есть чистая прибыль. Если мы уже выплатили все налоги и компенсировали все затраты, мы можем пустить эту прибыль в развитие бизнеса, там, докупку нового оборудования, а можем взять себе. Разница в поставке, в принципе, одинаковая, что НДФЛ там 13% по дивидендам, то же самое. Просто периодичность выплаты дивидендов гораздо реже. Реже, чем обычная зарплата. Да, ну, соответственно, вот если мы говорим про ООО, то вы, например, пока у вас нет возможности официально нанять персонал, вы не понимаете, там, как заполнять трудовую книжку, куда чего перечислять, там, и не хотите брать какого-то бухгалтера, чтобы в этом разобраться. Вы выводите деньги дивидендами и выплачиваете из своего кармана уже с этих дивидендов. Схема не совсем нелегальна, но, тем не менее, может работать первое время. И дальше обязательно выбираем... Но я помечу, что мы не рекомендуем это делать, мы просто рассказываем о том, как бывает. Да, как бывает. Но мы не знаем, у кого это бывает, поэтому... Нелегальному тут ничего нет, потому что мы в любом случае обязаны при любой регистрации, будь то ИП или ООО, должны платить налог. А вот уже сумма налога и ставка зависят все-таки от форм. Ну, для такого бизнеса, как автомойка, это все-таки упрощенная система налогообложения, либо патент. ЕНВД говорят, что будут выводить с 2021 года, но давайте про упрощенку немножко поговорим. Что такое упрощенная система налогообложения? Там есть две налоговые базы. Либо 6% выплатится со своего дохода, либо второй вариант дохода минус расходы. И с этой разницей мы платим 15%. Для автомойки, наверное, это более выгодно, потому что тут сумма расходов, как вы помните, 250 тысяч в среднем. При выручке там 300-400 тысяч, то есть это как раз более 60%. Соответственно, сумма налога будет меньше. Либо выбираем патентную систему. Она существует как раз для мелкого бизнеса, для индивидуальных предпринимателей. И к ООО она не относится. Какие тут еще критерии? Количество персонала должно быть менее 15 человек. Обороты должны быть небольшие, там, по-моему, не более 60 миллионов в год. Ну, как правило, патент выбирают, например, какие-нибудь ритуальные услуги, парикмахерские, ремонт, не знаю, часов. Грузоперевозки. Грузоперевозка, да. Тут суть, что для каждого региона устанавливается какой-то там потолок дохода, и с этой суммой мы единовременно платим налог. А НДС? НДС, это уже не упрощенная система налогов. Это уже не упрощенная? Да. Но там же, я как понимаю, она выделяется в этой... НДС выделяется, но можно получить налоговую отметку, что вы работаете без НДС по упрощенной системе налогообложения. Тогда с юрлицами не совсем, наверное, будет выгодно работать. Ну, почему? Это же все возмещается. Ну, хорошо. Ладно, я говорила изначально, что я этого не очень понимаю. Поэтому, если вдруг у кого-то из наших слушателей будут вопросы по теме открытия бизнеса, да, и что-то по теме того, что мы обсуждали, какие-то комментарии, то, пожалуйста, присылайте их нам в наши социальные сети «Эхо Кирова» в ВКонтакте, в Инстаграме, в Фейсбуке, Одноклассниках и на Ютубе. А также по телефону, любые мессенджеры по телефону 8-909-720-101 и 0. Будем ждать. Спасибо за ваши комментарии, за ваши отзывы о наших программах. Ирина, мы обсудили, как делать бизнес-план для себя, если у самого есть деньги, если сам хочешь для себя какой-то бизнес открыть. Что делать предпринимателям, начинающим, да, которые хотят открыть бизнес, но у них денег нет? Вот, предположим, давайте вот смоделируем такую ситуацию. Вы, как успешная женщина, да, бизнес-вумен, имеете там, предположим, какой-то бюджет, который готовы были бы в чей-то бизнес инвестировать, потому что самой, например, заниматься больше некогда, да, новым каким-то предприятием. Вот что вот этот молодой начинающий предприниматель должен сделать, какие цифры, что он вам должен показать, чтобы вы сказали, окей, я тебе дам денег? Ну, наверное, помимо личной харизмы предпринимателя, который очень хорошо работает на начальном этапе, нужно все-таки предоставить расчеты. Обязательно они должны быть красиво оформлены, то есть это все должно быть собрано в папочку. Каждый раздел оформлен индивидуально, возможно, какая-то презентация, возможно, есть уже подборка там оборудования, еще чего-то, и подборка помещения. Если предварительно мы по цифрам понимаем, что да, у нас есть хорошие финансовые показатели, есть реальное понимание окупаемости этого бизнеса, и оно обозримое, то можно, наверное, уже начинать пробовать инвестировать, подписать какой-то договор инвестирования и разбить его на этапы. А как это происходит? Что именно? Ну, вот именно вот это вот инвестирование, то есть вы говорите договор инвестирования, да? Первоначальный этап, например, мы вкладываемся в само помещение и в оборудование. Далее никто же не говорит о том, что там мы как инвесторы должны полностью все профинансировать, то есть какие-то текущие затраты предприниматель может взять на себя. Мы не затрагивали еще эту тему кредитов. Далеко не у всех есть свои деньги, поэтому часто, да, предоставляется кредит. Вот недавно у вас был представитель молодого бизнеса, который работает по франшизе «Прятки в порядке», то есть, ну, вот как раз кредитная схема работает для этого. Хорошо. А есть ли вот у инвесторов какая-то, не знаю, может быть, это очень наивно будет звучать, но какая-то социальная миссия? Конечно, они могут выступать как наставники, поддерживать молодых предпринимателей. В дальнейшем, кроме социальной миссии, они могут как-то сами вкладываться в этот бизнес своей душой. Станет интересно, да, в какой-то момент. Вот просто я представляю себе вот молодого человека, да, там, или молодую девушку, там, 20-25 лет, и есть амбиции, есть желание сделать что-то большое, но вот бьется-бьется голбом, да, там ничего не получается, она взрослеет или он взрослеет, проходит время, и они уже накапливают какой-то капитал. Вот социальная миссия-то в этом же может и заключается. Результат, если ты видишь, что человек вдохновлен действительно болеет своей идеей делать что-то для этого, кроме написания бумажек и перекладывания, там, ответственности на другого, на инвестора. Если человек реально болеет, там, молодая девчонка решила, там, не знаю, шить шубы, или печь тортики, вот у него получается, да, есть обратная связь, есть отзывы, она быстро растет, почему бы ей не помочь. В дальнейшем она будет тебе благодарна просто по-человечески, что ты поверил в этого человека, и все, и лазил. В общем, нужно нам искать доброго инвестора, да, у которого… Добрый инвестор называется бизнес-ангел. Бизнес-ангел, да, хорошо. Хорошо. Ирина, вот раз мы уже про тортики договорили, у нас буквально осталось три минутки до конца эфира, давайте мы с вами вот прям экспресс, да, вот, все, мы ушли от автомойки, мы про нее забыли, у нас теперь тортики. Какой мы бизнес-ангел пишем? Прямо вот по пунктам. Прямо по пунктам. Мы делаем тортики, здорово, они там из натуральных продуктов. Какая ценовая категория? Скорее всего, из натуральных продуктов выше среднего. Как мы можем зайти и раскрутить? Мы можем раскручивать свой канал в Инстаграм и работать на доставке, но если мы хотим выйти в масштаб, мы должны понимать, например, мы купили холодильничек, это небольшие затраты, поставили его в торговый центр, где высокая проходимость, и там привозим готовую продукцию и продолжаем работать на заказы удаленно через наш сайт. Либо мы открываем кондитерскую, это уже совершенно другие затраты, это уже потребуется инвестор, потребуется персонал, который будет там работать, и уже, наверное, форма ИП не подойдет, потому что это уже лицензирование, Роспотребнадзор и прочее. Хорошо. Соответственно, когда мы собрали все эти затраты и понимаем, сколько мы вначале хотим вложить в раскрутку этих тортиков и как они будут покупаться, кстати, тортик, например, если он дорогой и стоит 2,5-3 тысячи, наверное, не все готовы это купить с учетом тренда на здоровый образ жизни. Тогда мы его нарезаем кусочками и готовы продать этот кусочек там за 300 рублей, но он окупится. Хорошо. Мы опять пропускаем целевую аудиторию. Кто целевая аудитория тортиков? Наверное, все-таки женщины, большей частью, потому что мужчины кушают мало сладкого, и тортики у нас в стране ассоциируются с какими-то событиями. Опять же, тут мы работаем, сижаем, то есть мы записываем, какие события у кого, когда день рождения, там день учителя, какие-то праздники, и напоминаем о себе, там для вас акция, для вас скидка, вот вы у нас заказали когда-то. Детские дни рождения. Детские дни рождения. Потому что я себе тортик не куплю, а ребенку на ней рождение с удовольствием. Хорошо. Мы посчитали целевую аудиторию, ну, образно говоря. Образно стоимость наших услуг, да, как мы где их будем продавать, куда мы встаем с этими тортиками, как мы раскручиваем организационную, получается, форму нашего бизнеса. Что нам для этого нужно, помещение там или просто достаточно какого-то сайта без помещения. И рекламу, ну, это мы уже поговорили с вами. Окей, все, мы вот такой вот экспресс с вами провели, блиц, скажем так. То есть, в принципе, всегда нужно, ну, понимать, что, зачем идет, для чего мы делаем, и в итоге, опять же, все это сводить к цифрам, все эти тортики сводить в рубли, сводить в количество заказов, сводить к затратам, и все, и мы получаем итоговый результат. Отлично. Ирина, спасибо огромное. Рада была видеть вновь в нашей студии. Еще раз представлю Ирина Халтурина, руководитель отдела продаж строительной компании «Уксавитек». Мы говорили о написании бизнес-планов сегодня. Подкаст, выпуск программы и подкаст программы будет на нашем портале эхокирова.ру, а также в нашей группе ВКонтакте «Эхокирова». Спасибо, Ирина. Спасибо вам. Всего вам доброго и до свидания. Сто один пиар.